Девушки отдыхают 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 Мама, Анна, простите меня, я люблю тебя. Я не могу тебя понять, Анна, прощай. Я не могу тебя понять, Анна, простите меня. И потоком слез моих Разлились жемчуга. Как мне изменить себя? Как уговорить себя, Если б я понять смогла, Что на свете есть одна, Лишь одна, Лишь любовь одна. Что судьба готовит ей, Бедной дочери моей? Или, может быть, Любовь счастье ей принесет? Как мне изменить себя, Как уговорить себя? Если б я понять смогла, Что на свете есть одна, Лишь одна, Лишь любовь одна. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, доченька! Доброе утро, мамочка! Как ты спала? Что тебе снилось? Не помню. Мама, что такое папа играет? Очень трагично. А что я сказала, глупость? Нет, не глупость, ты точно выразилась, но очень по-взрослому. Потому что я уже взрослая. Ты знаешь, про что это музыка? Про любовь? Так о музыке не говорят про что. Это фантазия Листа на тему оперы Беллини Норма. Норма? Как это Норма? Норма это имя женщины, жрица друидов. Жрица это старинная монахиня, да? А кто такие друиды? Один Вася. Ну, мама! Скажи, кто такие друиды? Возьми словарь и прочти. Ну, мама! Господи, это кто там ломает мою мебель? Никого нет, это старый гном шалит. Очень интересно, а с кем же я говорю? Не скажу, это секрет. Доброе утро. Ты опять пропустил гнома? Ах, как жалко, а куда же он делся? Укатил на работу, я его подвезла. Вон, видишь, щелку в полу, там он сошел. Лиза, теперь ты тут развлекаешься. Иди одевайся. У меня в 10 первый урок. Лука, завтрак остывает. Ой, дескот, ну еще только половина девятого. Ну и что, иди одевайся, идем. Ай, караул, бочку отнимают. Пап, а норма несчастная? Очень. Ты знаешь, она умирает от любви. Пап, а почему люди, когда вырастают, сразу начинают умирать от любви? Во всех операх умирают, во всех книжках. А у детей такого нет. Послушайте. Я приду, 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 придумала. Я придумала для вас секрет. Надо, надо, надо взрослым не расти. Оставаться навсегда детьми. Никогда бы никогда не мучились. И не умирая от любви. Если вы хотите быть счастливыми, Оставайтесь добрыми детьми. Так просто, просто, просто вы детьми. Я приду, 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 придумала. Я придумала для вас секрет. Надо, надо, надо взрослым не расти. Оставаться навсегда детьми. Вот бы жизнь была одно веселье. Мы не ссорились бы никогда. Ну, а если все же мы поссорились, То на часик это ерунда. Ну, все, добрайся, я опаздываю. Маму. Чтоб я за вас работу потеряю. У тебя сейчас французский? Нет, французский позже. Сейчас испанский. Мам, а сколько ты разных языков знаешь? Пять. Я, наверное, никогда не смогу, как ты. Почему не сможешь? Сможешь. Ты когда-нибудь пойдешь умываться? Only for you, my mommy. Боже, что за произношение. Вечером разберемся. Дай, пожалуйста. Ой, опаздываю. Ничего, поедешь на такси. Нет, у нас денег совсем чуточку осталось. Скоро будут. Меня пригласили играть на свадьбе. Нет, Лука. Я не переживу, если ты будешь играть на свадьбах, и похоронах. Успокойся. Хорошо, хорошо. Не буду. Опаздываю. Принцесса Элиза, пожалуйста, не капризничайте. Позвольте ваше королевское высочество. Мне неприятно. Не трогайте меня. У нее пальцы холодные. Принцесса Элиза, лето на дворе. Ну, почему у кумеристки должны быть холодные пальцы? Холодные и шершавые. Пусть наденет перчатки. Наденьте перчатки. Слушаюсь, ваше восточство. Принцесса Элиза, вы опять шершавились. Так нельзя. Если об этом узнают ваши родители, или, не дай бог, королева, меня не пощадят. А вы скажете, что я вас не слушаюсь. А мне скажут, что я плохая старшая Фрельна. Ловите меня. Принцесса Элиза, принцесса Элиза, остановите. Ой, наденьте, пожалуйста. Вы же простудитесь. Лето на дворе. Тихо. Кто-то идет. Быстрее, быстрее. Мама. Мама, доброе утро. Я шалю. Что тут происходит? Элиза, что с вами? Ваше королевское высочество, ее высочество, принцесса Элиза, сегодня проснулось в прекрасном настроении. Оставьте нас. Мама, ты не ругай старшую Фрелину. Это я ее не слушаюсь. Она просила, просила. А мне очень захотелось пошалить. Элиза, принцессе не дозволено делать все, что она захочет. Почему? Тогда я не хочу быть принцессой. Ты моя дочь. Поэтому будешь принцессой всю жизнь. Мама, почему я не могу сама одеваться? Таков этикет королевского двора. Издавна так заведено. Когда я буду королевой, я отменю этот этикет. Почему? Потому что неприятно, когда меня трогают. Я воюющий ход. Хорошо, сегодня разрешаю тебе одеться самой. Это будет наша маленькая тайна. Только быстро. Договорились? Да. Мама. Доброе утро, мама. Простите, я опоздала. На семь минут. Доброе утро. Что за странный наряд? Я надеюсь, вы не собираетесь предстать в таком виде перед малым королевским советом. Мама, я хотела бы поговорить с вами. Дина, что случилось? Ты чем-то взволнована? Дина, прошу тебя, говори. То, что противоречит вашей воле, мама. Я не могу. Я не хочу жить с Александром. Я не понимаю. Нет. Нет, это невозможно. Я передаю тебе трон. Через час я должна объявить об этом на малом совете. Что случилось? Неужели принц Александр совершил что-то недостойное? Ах, нет. 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 Он очень благородный. Он обожает лошадей и военные парады. Он безупречен в исполнении традиций, правил поведения. Тогда в чем же дело? Ах, ну, мама. Я ведь живой человек. Ты наследница престола. Это главное. Но есть законная наследница. Моя старшая сестра Анна. Она старше тебя на 16 минут. Да, мы близнецы. Но все же Анна старше меня. Анна жена музыканта. Ее дочь. Дочь музыканта. Если у них родится сын, он тоже будет сыном музыканта. И никогда не станет наследником престола. Баби, ты про кого так говоришь? Мама, с кем ты близнецы? Почему я не знаю? Элиза, кто разрешил тебе сюда войти? Почему ты бегаешь по дворцу в таком виде? Вы плохо справляетесь со своими обязанностями. Извините, Ваше Величество. Я виновата. Мама, попроси бабе, чтобы она не наказывала мою Фрейлину. Иди. Вы все заняты и заняты. А Фрейлин со мной играет. Мне же скучно. Уходи, Элиза. Уходи, ради Бога. Ну, давай, давай. Ну, хватит тебе. Ладно, дайте покататься спокойно. Мячик дай. Дай покататься. Не дам. Ладно, я сам только что-то отстань. Ух ты, смотри. Тереть, а? На холоде, тесно. Можно на справлять? Давай покатимся. Или какой-то... Номер какой-то странный. Пожалуйста, не надо. Мальчики, можете осматривать, но не трогайте руками. А вы к кому приехали? Принцессе Ане. Это личный секретарь Ее Королевского Величества. Привез письмо. Значит, у Лизы мама принцесса? А сама Лиза кто? Привез письмо. Потому что она красивая, да? Конечно. Конечно, очень красивая. Передайте ей это. Лично. Не забудьте. А что передать? Кто приходил? Она поймет. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Всего доброго. Мне тоже. До свидания. Что-то... Что-то... Как интересно. Мне знаешь, как интересно, что было в том свёртке, который тебе твой старинный знакомый принёс? Очень плохо, что тебе так интересно. Он же мне это принёс. Мне кажется, там внутри какая-то коробочка была. Ну и что? Есть дела, в которые дочек не посвящают. А дочке маму во всё посвящают? Ну, когда они вырастают, это зависит от их доброй воли. Но у каждого человека есть такое, о чём не хочется никому говорить. Как это? Ой, папа пришёл. Папочка, ты сегодня рано. Как хорошо. Что опять не хватает? Можно по частям оплатить. Вначале за квартиру и телефон. Мне кажется, что да. А электричество подождёт. Правда? Вот, конечно. С тобой не пропадёшь, практичная особа. Лиза, поставь, пожалуйста, чайник. Хорошо. Ой, совсем забыла. Что-то случилось? Я потерял работу. Как? Единственную приличную работу, которую с таким трудом удалось найти за эти годы. Боже. Мне везде отказывают, но тут уж не поделаешь ничего. Лука. Ну и что, пойду, куда позовут? Ресторан, на свадьбу, на похороны. Я не позволю. Я не позволю. Анна. Ты должна наконец понять, я не могу так жить. Я должен работать, я должен содержать свою семью. Хоть дома красить, хоть улицы мести. Я прошу тебя, забудь, что ты принцесса. Я прошу тебя, я тебя очень прошу. Это единственное, что мешает мне быть счастливым. Ну, хорошо. Я постараюсь. Я очень постараюсь. Спасибо тебе. Ты написала ответ матери? Да, уже отослала. Я хотела написать ей просто письмо. Письмо о нашем житье, бытие, но не смогла. Я послала ответ, который она хотела. Мое официальное отречение в пользу Дины. Хотела вернуть это с подарок, но не смогла. Мама, пожалела мать. Эти жемчужины, вероятно, намек на что-то. Девять жемчужин. Девять лет, как вы, не виделись? Кого вы девять лет не видели? Скоро состаришься, если будешь много знать. Все что-то от меня скрывать. Пиджак бросили. Повесить нельзя было, да? Не ворчи, сейчас уберу на место. Вы чего такие хмурые? Кто, мы? Да что ты, дочка? Тогда давайте веселиться. Мам, что принцесса в дворцах танцует? Разное. Минуэт? Минуэт. Ты умеешь? Умеет, умеет, она все умеет. Ну, учи. Папа, игра минуэт. Доброе утро, Александр. Простите, заставила вас ждать. Доброе утро, принцесса. Ну, о чем будем разговаривать? О чем вам будет угодно? Мне? Ну, это же вы мне хотели что-то сказать. Говорите быстрее, а то опять вы видите меня из терпения своей церемонностью. Тем более, что все наши разговоры это пустая трата времени. Я хотел предложить... Принцесса, я предлагаю нам жить раздельно. Сохраняя формальности в наших отношениях. Что ж, браво, замечательная мысль. Принцесса, вам больше не удастся вывести меня из терпения. Александр, а вы когда-нибудь любили меня? Я со дня моего рождения был предназначен вам в мужья. Ну и что? Аня тоже был назначен в мужья другой. Что вы хотите этим сказать? То, что... Анна счастлива, а я нет. Анна счастлива, а я не знаю, что это будет. День рождения это праздник. Лиза что-то не идет. Заигралась с подружкой. Ты куда-то собрался? Я ненадолго. Ах, опаздываю. Боюсь загадывать, но может быть наконец повезет. Удачи тебе. О снах моих Не знаешь ты. А там волшебные огни. Манят они туда, Где нет тебя. Нет любви. И счастья нет. Но вот проснусь и снова я. Я с тобой в твоих объятиях. Я, любимый мой, Не будет счастья мне там. Никогда, никогда, Где нет тебя. Лишь в одном тебе Мое спасение. Счастье это быть с тобой, Только с тобою. О снах моих Моих не знаешь ты. В них прошлого горят огни. Но не смогу жить там я без тебя. Без любви Нет счастья мне. Пожалуйста. Без любви. Без любви. За удачу. Дай бог. Можно задать тебе один вопрос? Можно, если я смогу на него ответить. Что с тобой? Почему ты не играешь? Я же не пропускал ни одного твоего концерта. Я помню, публика обожала тебя. И вдруг, вдруг ты пропала на столько лет. Почему? Охота прошла. Прости, но говорят, все это из-за твоей женитьбы. Ну что ж, верно говорят. Она, видишь ли, мне поставила условия. Или я, или Раэль. Ревновала меня к Раэлю. Я тебя прошу. Если еще раз услышишь такое, скажи, жена у него ангел. И все это вранье. Я сам все бросил, добровольно. Взял и бросил. Не надо мне ни славы, ни денег. Ну. Нет. Деньги мне нужны. Сегодня у Анны день рождения. А у меня... Пусто. Знаешь... А семья твоей жены, ее мать. Может, она вам поможет? Мать? Да. О! Чудесная идея. И теща будет рада. А спасибо за угощение. Я пошел. Погоди, рука. Спасибо тебе. Ты куда? Светлая у тебя голова. Адью. Чудесная идея. Пока. Любовь и бедность навсегда Меня поймали в сети А мне и бедность не беда Не будь любви на свете Зачем разлучница судьба Всегда любви помеха И почему любовь раба Достатка и успеха Богатство, честь в конце концов Приносят мало счастья И жаль мне трусов и глупцов Что их покорны власти Твои глаза горят в ответ Когда теряю ум я А носках твоих совет Хранить благоразумие Я Очень рад вас видеть Благодарю Что-нибудь случилось? Случилось? А, да, конечно Скажите Как поживает ее королевское высочество Принцесса Анна Сегодня день ее рождения А помните И я помню Потому и пьян Нищий, безработный Взять ее величество королевы И пьян Интересная задача Вы предложите ее Для решения королевы Понимаю Вам трудно Мне не трудно Мне тошно Вот мне как Простите Как я могу отсюда уйти Пойдемте Я вас провожу А я из розарии Это моя слабость Знаете что? Подарите их принцессе Анне Спасибо Спасибо Белые розы Это ее любимые И пусть это будет Между нами Наш маленький секрет Ха-ха-ха-ха Вот вы добрый человек Как вы с ними уживаетесь? Они тоже добрые Хорошие люди Уверяю вас Монархия Это Всего лишь Декорация Ха-ха-ха-ха У них Такие же Трудности Как у всех Дети непослушны Денег Нет на ремонт У них случается Так же Простуда И шанс И все остальное Ну да Все как у обыкновенных Людей Кто бы мог подумать Шесть, семь, восемь Ну где же папа? Задержался по делам Может нашел работу? Было бы хорошо, правда? Придет узнаем Мам, а принцесса умеет печь пироги? Им это незачем А если понадобится? Ну если понадобится Научится и испекут Все равно Такого как-то не испекут Мам, пожалуйста Поговори со мной Мне так хочется Чтобы ты рассказала мне О своем детстве Мой день рождения А я должна исполнять твои желания Ну я же твоя дочка Мам Да? Ты знаешь о чем я мечтаю? О чем? Моя мечта Хоть на конец И нас Позвали по дворец Ведь там, наверное, Верно, верно, Очень любят смех Пора, наверное, Верно, верно Размешить их всех Коль ты министр А ты король То мил и весел быть изволь А если ты храбрец, то стражу прогони за стость Ведь каждый нам желанный гость Но жизнь Но жизнь Принцесс Трудна, сложна И детских слез Она полна А все Не может Боже, Боже, Боже Так важны Всегда А все приемы И обеды Так скучны Беда Вся жизнь Принцесс Один запрет Так редко Да Так часто Нет И кроме разных Глупых Важных Принцесс И князей Нормальных Где же взять друзей Ах, жизнь Принцесс Трудна, сложна И детских слез Она полна Так будем жить Как словно Жили Жили До сих пор Без их Обедов И дворцов Правильно, дочка Умница И заховядов И дворцов Мадам Лиза, накрывай на стол Ну, будет Будет, не надо обижаться Ну, подумаешь, выпил Чуть-чуть Это все из-за меня Лука, я очень люблю тебя Но я не в силах изменить что-либо Успокойся Успокойся Любовь моя Все не так уж плохо Конечно, мы оба стали нервничать, когда твои родственники появились здесь Скажи мне честно Тебя тянет в дворец? Нет 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 Я, конечно, скучаю по маме Но вернуться нет Давай с тобой договоримся Если захочешь вернуться То... Я прошу тебя, скажи мне об этом Я все пойму И давай, как всегда, решать все Вместе Ладно? Привет! Стой, принцесса, что несешь? Стой, принцесса, что несешь? Почему, принцесса? А потому что не королева Вам что, делать нечего, да? Не надо меня так называть Мне это не нравится Ты это тому дяденьке скажи Какому дяденьке? Ты чего скрываешь? Все знают, что к вам лично секретарь королевы приезжал Его водитель сказал, что твоя мама принцесса Он так сказал, потому что моя мама красивая Он так сказал, что твоя мама принцесса Подумаешь, вы брожала Беги в свой дворец Принцесса, ваше высочество Вастокер, что ли? Лиза, ты уже пришла? Пришла Купила хлеб? Купила Ма, ты уже пришла? Ах, меня мальчишки обзывают принцессой Они говорят, что тебя так называл твой старинный знакомый Они говорят, что он лично секретарь королевы Глупости какие Давай примерять Мам, ты зачем меня отвлекаешь? У тебя есть тайна, да? Скажи, какая? Никакой тайны нет Не хочешь говорить мне? Тогда я сама узнаю Ты будешь проверять? Не буду Зря такого не придумают Ну, как хочешь, я тебе платье шью Как известно, ее королевское величество впервые за 9 лет прибыла в наш город в свой летний дворец Мама! Мама, иди сюда быстрей! Что случилось? Посмотри, принцесса очень похожа на тебя Принц Александр И их маленькая дочь, ее королевское высочество А эта девочка совсем как я? Личный секретарь ее королевского величества сообщил нашему корреспонденту, что ее королевское величество удовлетворена состоянием... Ой, смотри, твой старинный знакомый ...посещала так много лет Зачем ты включила? Просто так! Мама, разве такое бывает? Бывает Все бывает Лиза, не спрашивай меня Я тебя очень прошу, я не знаю, что тебе ответить Ладно, тогда я сама раскрою эту тайну Бабе, а почему мы раньше сюда никогда не приезжали? Ну, когда я была маленькой, меня привозили сюда Все свое детство я провела в этом дворце Я очень часто болела ангиной И меня возили в горы по совету докторов Вот на этой лужайке я очень любила играть Мне нравилось ходить в походы В горы Что, одну отпускали? Нет, это невозможно Со мной был мой старший брат Кузены, кузины Они гостили у нас, были и взрослые Твой брат, который умер? Да, он погиб на войне Бабе, а почему у меня нет кузенов или кузин? Почему у меня нет братьев или сестер? Я тоже хочу ходить в походы Бабе, ну пожалуйста, сделай что-нибудь для этого Я тебя очень прошу Бабе, почему у тебя в медальоне мама два раза? Только с разными волосами Элиза, как ты говоришь? Это жаркон какой-то А как сказать правильно? Правильнее будет, если мы поговорим о чем-нибудь другом А еще лучше пойди погуляй с Фрейлиной по парку Я что-то устала Посижу немножко Иди, детка Ты разрешишь потом еще раз посмотреть на эти фотографии? Угу Разве бывают на свете два одинаковых человека? По-моему, у бабе в медальоне, мама и еще кто-то Кто это может быть? Тебя таинственная сила Огнем и светом очертила Дитя мое, дитя мое И все, что грустно или преступно Черты боятся недоступны Бежит ее, бежит ее И все, что душно, так и больно Мне давит грудь и так невольно Перед тобой, перед тобой Порою вырваться невнятно Тебе смешно или непонятно Как шум глухой, как шум глухой Музыка 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 Тебя таинственная сила Огнем и светом очертила Дитя мое, дитя мое И все, что грустно или преступно Черты боятся, недоступны Бежит ее, бежит ее Почему смеешься? Ага, смешная сказка А ты какую переводишь? Про короля английского, который решил поехать в гости к своей бабушке Я читала, к ним еще вокзал поехал и корова Да Это сказки Висита, да? Да, Висита У него все сказки смешные Мам, а почему у меня нет бабушки? Как это нет? А это кто же? Бабушка Но она умерла Мам, это папина мама А где моя вторая бабушка? Твоя мама Где она? Скажи Лиза, ты мне мешаешь Почему ты мне никогда не рассказываешь про то, как ты была маленькой? Почему ты никогда ничего не рассказываешь про себя? Расскажу Только не сейчас А где ты родилась? Меня нашли в капусте Кто? Папа Ну, мам, ну поговори со мной серьезно Лиза, не мешай А что, если мы пойдем во дворец? Зачем? Может, мы от них узнаем, почему мы так друг на друга похожи? Может, личный секретарь королевы скажет нам, почему он называет тебя принцессой? Ты опять? Мне кажется, что здесь кроется какая-то тайна А ты что-то знаешь про это, но мне не хочешь говорить Глупости какие? Ничего не глупости Почему этот личный секретарь королевы твой знакомый? Откуда ты его знаешь? Из сказки Из какой сказки? Все, кто жил в той грустной сказке С памяти моей Звезда волшебная сияет при рождении Его судьба уж решена И если нет в тебе на то благословения Не быть принцессой никогда В сказке той забытой мною Жил чудесный музык Брачкой мать была простую А отец простой рыбак В тайне прелесть маскарада Маски можно всех любить Но без маски для принцессы Надо просто принцем быть Как печально, мама Какая же это сказка Ты куда? Мне надоели твои фантазии Пойду в редакцию Там закончу работу Не хочешь разговаривать? Тогда я тоже не скажу тебе Ни одного моего секрета Это опять угроза? Поешь Когда придет папа, покорми его Я пошла Пойду в тюрьму Пойду в тюрьму Продолжение следует... Продолжение следует... Очень хорошо, Ваше Высочество. А мне нехорошо. Скучный урок. Лучше про лошадь почитать. Он ковал лосали, аль сесту пьяно, диуна каза нова, эсуано и кампанелло. Лошадь поднялась на шестой этаж нового дома и позвонила в звонок. Ваше Высочество, учитель истории сказал мне, что вы начали изучать период возрождения. Пожалуйста, продолжим урок. Не хочу. Урок окончен. Но, Ваше Высочество... Идите, пожалуйтесь на меня. Скажите, что я не слушаюсь и что я все объясню маме. Ну что вы стоите? Идите. Хорошо. Скажите, чтобы никто сюда не входил, пока не позову. Шарики, шарики, покупайте шарики. Девочка, иди сюда, иди. Смотри, правда красивый? Жаль, что у меня с керамика хорошая. Бери. Я здесь часто. Он волшебный. Все желания исполнит. Ой, смотрите, кто это едет? А, какая-то важная персона. Купи. Ну? Мне нужен шарик. Позвольте это сделать мне. Нет, я хочу выбрать сама. Нам позволили прогулку с одним условием. Чтобы вы не выходили из машины. Ну почему? Всем можно, а мне нельзя. Потому что вы принцесса. Ваше высочество. Купите шарики, господин. Лучше все вместе. И мячики красивые. Выбирайте. Вот этот, мячики. Здравствуй. Здравствуй. Ты принцесса Элиза, я угадала? Да. А ты меня знаешь? Я тебя видела по телевизору. А ты кто? Я Лиза. А я Элиза. Лиза, Элиза, как странно. А ты сама на кого-то похожа. Не обидишься? Мне кажется, на тебя. Ну, конечно. Как же я сразу не догадалась. А это личный секретарь королевы, да? Да, а ты его знаешь? Он приезжал к моей маме. А кто твоя мама? Ты знаешь, здесь какая-то тайна. Моя мама очень похожа на твою. И у нас есть тайна. Ой, он уже идет. Сейчас тебя увидят и обидятся. Вот что. Приходи завтра во дворец. В три часа я тебя встречу. Только обязательно. Я не хочу вышивать. Ну, почему, Ваше Высочество? У вас так хорошо получается. Потому что, когда вышиваешь, надо молчать. А когда молчишь, то думаешь медленно-медленно. Ну, не расстраивайтесь, Ваше Высочество. Посмотрите, как кругом красиво. Хотите, сыграем в прятки? Хорошо, Ваше Высочество. Отворачивайтесь и закрывайте лицо руками. Слушаюсь, Ваше Высочество. Только далеко не прячьтесь. Хорошо. Считайте до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду во дворец. Нельзя сюда. Пустите, мне очень надо. Я к этой девочке, которая здесь живет, что-то скажу и иду. Честное слово, я на минутку. Никак нельзя. А эта девочка, ее Высочество, принцесса Элиза. Я знаю. Элиза, Элиза, Лиза, ты уже пришла. Да, если можно, попроси, пожалуйста, чтобы меня пропустили. Пропустите ее. Иди, не бойся. Пойдем быстрее. Я от Фрейлина убежала. Мы с ней в прятки играли. Она меня в парке будет искать. А мы спрятимся во дворце. Там есть одно место. Идем. Туда редко кто-нибудь заходит. Лиза, скорее пойдем. Бежим. Ваше королевское высочество, принцесса Элиза. Принц, бежим обратно. Пожалуйста, я прошу вас. Я боюсь. Молчи, сюда, быстро. Ну что за несносный ребенок? Куда же она делась? Как я могла подумать, что она убежала? Мы часто играли с ней в прятки, но такого случая ни разу не было. Господи, не дай бог в лес убежала. О чем вы говорите? Проверьте на верхней террасе, а я посмотрю у пруда. Хорошо. Принцесса Элиза. Принцесса Элиза. Ах, пойдем. Пойдем. Бежим во дворец. А нас там не найдут? Нет, я уже все придумала. Скорее. Иди сюда. Только тихо. Снимай свое платье. Зачем? Я одену его и пойду к твоей маме. Надо раскрыть эту тайну. Знаешь, у моей бабушки в медальоне две фотографии. Одна мамина, а вторая точно как мама. Но это не мама. А у меня такой характер. Если чего-то захочу, обязательно добьюсь своего. Ну, они ведь догадаются. Я не знаю, как быть принцессой. Посмотри. Никогда не догадаются. Боишься, да? Угу. Тогда поклянись. Если они догадаются, ты им ни за что не скажешь, где я. Ну, я здесь никого не знаю. Поклянись. Ладно, клянусь. Бабушку ты узнаешь. Называй ее просто бабе. До ужина она занята. Ты ее не увидишь. Она очень занята. Может быть, придет мама. Я при ней всегда капризничаю. Она тебе что-то скажет, а ты соглашайся не сразу. Фрейлинам скажи, что ты их позовешь, когда захочешь. Пусть сидят у себя. Вот что. Прикажи им принести из спальни книжку. В сказке Бисита. Бисита? Моя мама их переводит. А я их на английском читаю. Твоя мама очень строгая. Добрая. Только она сразу догадается, что ты не я. Ты лучше не веди себя, как принцесса. Не буду. А ты можешь другим голосом разговаривать? Я не могу. Тогда говори шепотом. И я скажу, что у меня горло болит. Я боюсь. Тихо. Я звоню, вызываю Фрейлин. Я боюсь. Давай лучше не будем. Я не смогу. Где вы были, ваше высочество? Я вас так долго искала. Меня пригласила принцесса Элиза. Извините, пожалуйста. Можно, чтобы Эли... Ее надо ко мне домой. Куда? Да, проводите ее, пожалуйста, до машины. Прикажите отвезти меня домой. Так велик принцесса Элиза. Да. Хорошо, ваше высочество. Я провожу эту девочку сама. Спасибо, принцесса Элиза. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, рассказывай, что с тобой приключилось Ничего особенного, я погуляла и пришла Скажи, а ты теперь всегда будешь со мной разговаривать таким странным голосом? У меня горло болит, голова Прикажете принести мне лекарство? Что? Ну да, конечно, у нас ведь полный дом лакеев Так много? Перестань Не выводи меня из терпения Научитесь управлять своими эмоциями Да ты что? Дочка, давай с тобой поиграем в другую игру Какую? Ну, как всегда, ты моя дочь Лиза, а я твой папа Давайте Прекрати Хорошо Ты не голодна? Нет, спасибо, я пообедала Где ты пообедала? Нет, я не обедала, я это просто выдумала Вот что, Лиза Будешь сидеть здесь на диване Пока не одумаешься, ты наказана А мама скоро придет? Скоро Я очень обрадуюсь твоим фокусом Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Что случилось? Можно войти? Да, конечно, пожалуйста Знакомьтесь Старшая Фрелина, ее высочество, принцесса Элизы Очень приятно Садитесь, пожалуйста Благодарю вас Вы знаете, что натворили наши девочки? Девочки? Ее королевское высочество, принцесса Элизы и ваша дочь Не говорите, не говорите ничего Господи, ваше королевское высочество Что за высочество? Как, вы ничего не знаете? Ваша дочь во дворце, а это ее королевское... Я же вас просила! Ничего не понимаю Простите, одно я знаю твердо Это моя дочь Лиза Все остальное мне непонятно Девочки похожи Вы же видите, как они похожи Что даже вы не можете их различить Лиза, что это значит? Я не Лиза Я и Лиза Мы платьями поменялись Это я уговорила Лизу Чтобы узнать тайны про наших мам Это же правда, что они сестры? Да, они близнецы Видите, я раскрыла эту тайну Наши мамы действительно оказались сестрами Нам ведь расскажет кто-нибудь Как это все получилось? Едут Где же мама? Не волнуйтесь, дорогая Она обязательно придет Не знаю Мама никогда не изменяет своих решений Все может случиться не так, как нам хочется Не думаю, но главное уже произошло Вы очень изменились, Александр Вы находите? Это комплимент? Кажется, да Папочка! Мама! И Лиза! А где мать? Мамочка моя Они же скоро приедут И Лиза! Лиза! Мама! Здравствуйте! Как я рада тебя видеть Дина Дина, родная моя Здравствуйте Я счастлив, принцесса Рад познакомиться Прошу, благодарю Она бы стала еще лучше Смешной, Соня Папочка! Папочка! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова